Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. В предыдущих трех роликах я показал, как выровнять бетонное крыльцо и как сделать гидроизоляцию. Кто не видел эти ролики, обязательно посмотрите, ссылки оставлю в описании. И часто задаваемый вопрос, а возможно ли недорогой напольной плитке сделать красивое крыльцо? Ответ на этот вопрос вы получите после просмотра этого ролика. Приятного и полезного вам просмотра! Ну а так как у меня в наличии дешевая плитка и запиливать внешние углы по 45 градусов на такой плитке иногда не рекомендуется, поэтому в качестве безопасности и надежности буду использовать внешние пилу. Первое с чего начнем, это с подготовки уголков. Начнем с верхней площадки. Так как уголок длиннее самой площадки сантиметров на 30, то можно отрезать кусочек и сделать шаблон, по которому мы будем отмечать линию реза. Ведь так меньше шансов испортить уголок. Углы зарезаются под 45 градусов, так как уголок полукруглый. Отрезать такой уголок можно и при помощи стусла и ножовки по металлу, но это намного дольше. Буду использовать торцовочную пилу. Шаблон для отметки с одной стороны готов. Теперь запиливаем второй угол. В основном не нужны внешние углы. Ну а как быстро и аккуратно запилить угол, увидите далее. После изготовления шаблона приступаем к подготовке основных уголков и на одной из сторон запиливаем угол по самому краю, без разницы, хоть слева, хоть справа, так как шаблон можно прикладывать с любой стороны. Когда работаете с торцовочной пилой, обязательно надевайте очки. А когда отрезаете маленькие кусочки, да еще и под углом, то они разлетаются в разные стороны, поэтому желательно, чтобы рядом никто не стоял. Углы после резки можно обработать напильником, как сразу, так и после его установки. Далее прикладываем уголок с одной стороны и состыковываем с шаблоном. И делаем метку по шаблону с другой стороны и отрезаем. Кстати, подготовку уголков лучше всего начинать с длинных сторон. Почему именно в таком порядке? Возможно, для некоторых это уже не секрет, а кто-то слышит впервые. Все очень просто. Если по каким-то непонятным причинам вы испортили уголок при подрезке на длинной стороне, ну скажем так, отрезали на пару миллиметров короче, чем нужно, то у вас появляется шанс на повторное использование, но уже на короткой стороне. И возможность просто покромсать и выкинуть уголки сводится к нулю. Один уголок готов. Прикладываем, еще раз проверяем и фиксируем малярным скотчем. Но защитную пленку на уголке я не снимал. Пленку я уберу аж после затирки плитки. С боков уголок подрезается только с одной стороны, где заводским краем вплотную прижимаем к стене, если конечно он ровный. Делаем отметку по основному углу с торца и отрезаем лишнее. И все уголки фиксируем малярным скотчем и так со всех боковых сторон, потом с торца. Так как на уголке есть маленький бортик, то лучше воспользоваться подкладками толщиной равной высоте этого бортика и только тогда у вас получится отрезать ровный угол. С торца уголки короче и делать ставки по краям в целях экономии не стоит. Лучше сделать один стык посередине, который будет менее заметный. Далее находим середину на каждой ступени. Эта отметка нужна не только для подготовки уголков, но и от середины будем раскладывать плитку. А уголком тут же проверяем и чертим линию как по вертикали, так и по горизонтали. От самого верха до самого низа. Как вы можете заметить, то разметка прошла успешно. Линии ровные и следуют друг за другом. Мы уже с подготовленным уголком прикладываем уголок и по линии отрезаем лишнее. Как я уже говорил, начнем с длинных сторон, то есть снизу вверх. Подготовка уголков завершена. Все получилось четко и без ошибок. Теперь приступаем к раскладке плитки. Для чего же это делается? Так я уже говорил, что плитка дешевая, ну и соответственно она же и неровная. Но благодаря раскладке можно подобрать плитку более-менее в размер и выполнить раскладку на верхней площадке, чтобы не было большого разбега по швам. А та плитка, которая чуть-чуть длиннее, чуть-чуть короче, ее можно использовать при укладке на подступенке. Плитка не из гладких, а есть небольшое напыление, поэтому навернуться с бетонного крыльца шансы сводятся к нулю. А также эта плитка по размеру, совпадая шириной ступени, остается зазор в 5 мм от подступенка. При раскладке плитки соблюдаю направление, которое обозначено стрелочкой на обратной стороне плитки. Первую плитку укладываю посередине и от нее по краям делаю дальнейшую раскладку. Также сразу использую крестики 1,5 мм. В общем, все в точности, как и буду ее приклеивать. Друзья, к вам вопрос, для чего я сделал этот выступ равный 5 мм? Как с одной стороны, так и с другой? Свои мнения можете поделиться в комментариях. Вторая ступень готова. Раскладываем плитку на первой точно по такому же принципу, но при этом проверяем совпадение швов между верхней и нижней плиткой. И тут тоже выступ. Жду ваших ответов в комментариях. С торца плитку разложил, теперь по бокам, но сначала укладываю угловую плитку на площадке и от нее укладываю плитку ниже на первой и второй ступени. Чтобы было красиво, правильно и качественно, то нужно отследить не за сантиметровыми разбегами по швам, а вплоть до 1 мм. Также повторяем с другой стороны. Плитка выступает с обоих сторон и в этом месте нужно срезать маленькие уголки на двух плитках. Можно воспользоваться болгаркой с отрезным диском по керамике или электрическим плиткорезом. Главное не отрезать больше, чем нужно. После подрезки укладываем плитку на свое место и проверяем. Шоу в углу между двумя плитками должен быть не менее полутора миллиметров, как и на основных швах. Подобрав пластинами толщину плитки и плиточного шва, можно проверить. Перекрываются листы в подрезанных углах и, как вы видите, все перекрывается и ничего не видно. Так как плитка выступает, то угловые плитки на первой и второй ступени не помещаются. И нужно отрезать по 5 мм с двух сторон, которые будут спрятаны под уголком. На шершавой плитке, да еще и вдобавок темной, сильно не порисуешь. Поэтому лучше воспользоваться малярным скотчем. Но 5 мм это условно, но учитывая неровности плитки и толщину шва, лучше сделать повторный замер. Ну а по краю я отрезаю тридцатским плиткорезом. Так получится намного ровнее, быстрее и с минимальным количеством сколов. Несмотря на то, что они перекроются уголком. Ну и конечно, когда отрезал лишнюю полоску, сразу проверяю на месте. Если все четко, движемся дальше. И делаем такую же подрезку с другой стороны. Когда подготовил плитку по углам, можно складывать плитку по бокам. Но такую плитку можно раскладывать и от угла. Но я, пожалуй, начну с середины. И тут же подбираем плитку по размеру, чтобы не было большого разбега в швах. А та плитка, которая не в размер, ее можно использовать на подступенках. Когда плитка разложена, то можно чертить линию по краю и складывать в определенном порядке, чтобы при укладке каждая плитка была на своем месте. Но всю плитку я сразу не убирал. Убирал только ту часть, которую можно уложить в этот же день, чтобы меньше попадало пыли на гидроизоляцию. Ведь это улица и постоянный ветер. Теперь приступаем к укладке плитки. Для укладки плитки буду использовать плиточный клей ADESILIX P10 и латексную добавку изоластик. Чтобы приготовить раствор клея, вам понадобится емкость для замеса. Для этого хорошо подойдет пластиковое ведро. Также под рукой надо иметь строительный миксер или электрическую дрель с официальной насадкой для перемешивания строительных растворов. Но замешивать буду небольшими порциями, приблизительно 2 литра воды. Но так как я еще использую изоластик, то соотношение идет 1 к 1. 1 литр воды, 1 литр изоластика. И засыпаем сухую смесь. Перемешиваем на средних оборотах. В конечном итоге должна получиться однородная пастообразная масса без комков. Далее пусть раствор постоит 5-7 минут. Это необходимо, чтобы полимерные добавки полностью распределились по всей массе раствора. Потом повторно перемешиваем раствор клея и можем начинать приклеивание плитки. Сперва я попробовал клей под гребенку носить на бетонное крыльцо. Но по сравнению с укладкой плитки на пол, такой способ меня не устроил. Не очень удобно. Поэтому закидал раствор обратно в ведро и сделал контактный слой на сдир на бетонное крыльцо. А клей под гребенку носил на плитку. И как мне показалось, этот способ более простой и быстрый. Да и клей не так быстро заветривается. Тут же намазал и тут же приклеил. У этого клея хоть и увеличенное время жизнеспособности в открытом состоянии, но это не значит, что можно нанести клей сразу на 2х3 квадрата и приклеивать плитку. Учитывая тот момент, что я работаю на улице. А на улице жарко, да еще и вдобавок постоянный сквозняк. То есть шанс, что образуется корка и уложенная плитка через какое-то время отвалится. Поэтому и приклеиваю плитку поштучно. И от центра по краям укладываем плитку порядно, приближаясь к входной двери. Но при этом проверяем горизонтальную плоскость либо уровнем, либо провилом. В процессе укладки использовала только крестики. Но если не получается выровнять плитку, то можно дополнительно воспользоваться системой выравнивания плитки. Но так как основание уж более чем ровное и есть опыт по укладке плитки, то укладывать плитку под гребенку одно удовольствие. Да еще и без использования СВП. Продолжение следует... Также после укладки каждого ряда проверяем провилом с торца. И в чем плюс этого клея, то у него увеличено время корректировки плитки после ее укладки. Около 45 минут. Но это время сокращается. Опять же учитываем, что это уличные работы. Поэтому расслабляться не стоит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и конечно многие заметили ту самую подрезку, равную 10 сантиметров, которой по факту быть не должно. Но знаю о том, что вы напишите об этом в комментариях, сразу же отвечу на ваш вопрос, почему же так получилось. Те, кто видели предыдущие ролики, то наверняка заметили, что я выполнил оштукатуривание под ступенка как с боков, так и с торца. И это был второй вариант, выбранный заказчиком. Первый вариант был таков. Выполнить демонтажные работы. И убрать бетон с торца. На верхней площадке шириной 8 сантиметров. Естественно, на второй ступени это уже 16 сантиметров, а на третьей 24 сантиметра. Что, собственно, не понравилось заказчику. И при этом мы выбрали второй вариант. Выполните оштукатуривание как с боков, так и с торца. Естественно, мы добавили штукатурку с торца 2 сантиметра и увеличили подрезку, которая изначально была равна 8 сантиметров. И что хотелось бы вам сказать. Когда вы будете планировать заливку бетонного крыльца, то обязательно учитывайте такой момент, что такой подрезки быть не должно. Итак, на площадке припко уложенная тут же вопрос. Как попасть в дом? Все просто. Деревянный козлик вам помочь. Но это издевательство всего лишь на один день. Теперь приступаем к кладке и плитке на ступенях. И повторяем все то же самое. От центра по краям, а затем с боковых сторон. Единственное, нужно периодически проверять совпадение швов. Либо плиткой, либо уголком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ранее не показал, как убрать пыль, которая все равно попала на гидроизоляцию, но убрать ее можно при помощи увлажненной макловицы. Продолжение следует... Но даже учитывая тот момент, что это бетонное крюльцо я выравнивал своими руками, то повторную проверку никто не отменял. Отрезать плитку буду при помощи лучного плиткореза и заранее с заданной длиной, при помощи линейки, которая есть в комплекте с плиткорезом. Процесс нарезки очень быстрый и бесшумный. Приклеиваем всеми любимую подрезку. При укладке подрезки не забываем про зазор от стены, который в дальнейшем нужно заполнить герметиком. Продолжение следует... Подрезка уложена. Приступаем к кладке плитки на подступенках. Также наносим клей на основание на сгир. Но чтобы не вымазать уже уложенную плитку, желательно что-нибудь подложить на низ. К примеру, широкий шпатель. И по внешним углам устанавливаем такой же уголок. Укладку производим заводским краем вниз. Резанный край прячем под уголок сверху. В качестве установки зазора использую тот же крестик, но уже лежа. Продолжение следует... В чем плюс данного плиточного клея, то он устойчив к сползанию. А это очень сильно выручает, особенно при укладке плитки на подступенках на первой ступени, где нет никакой опоры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... укладка плитки завершена и как по мнению заказчика все получилось четко даже с тем учетом что дешевая кривая плитка но как гласит практика хорошо уложена дешевая плитка иногда лучше выглядеть чем плохо уложена дорогая так что если вам понравилось то обязательно ставьте лайки и обязательно пишите комментарии я с вами надолго не прощаюсь увидимся в следующем ролике